Вот так сотни людей вносят свой вклад в восстановление порушенных в годы лихолетия храмов подмосковной земли. Взрослые дети своим творчеством и неравнодушием помогают сохранить историю, ведь каждая из церквей – ее часть, жемчужина родного края, уникальная, неповторимая. Сегодня порядка 200 подмосковных храмов нуждаются в реставрации. Помочь в их восстановлении – общее дело, и щелковцы вновь не остались в стороне. В районном культурном комплексе прошла ежегодная благотворительная акция «Восстановим порушенные святыни», в которой приняли участие более 400 жителей городского округа Щелково от мала до велика. Очень важно, что мы можем такими детскими силами поддержать, как-то вложить свой личный вклад. Родители у нас активно участвовали, и также дети. Больше дети уговаривали родителей что-нибудь сделать и принести в детский сад. На ярмарке представлены различные изделия ручной работы – от предметов декора до выпечки, где, пожалуй, главный ингредиент – это любовь. Любовь к родине, к ее истории, разрушенные в разные годы 20-го столетия православные храмы, их вид не мог не вызвать сожаления в глазах верующих. Так в Московской епархии был создан специальный фонд, а каждая, нуждающаяся в реставрации церковь, была закреплена за определенными благочиниями. Своими добра, своими руками сделать то, что принесет счастье и духовность многим людям, когда мы вместе, мы делаем самые великие дела, которые нужны нашим детям. Благотворительность – это когда человек творит благое дело, потому что природа человеческая делает добро. У нас с каждым годом ярмарка благотворительно увеличивается. Приятно, что Комитет по образованию поддержал эту идею восстановить храмы, на которые благословил нас правящий архиорей, митрополит Юиналий. Одну из святынь – знаменский храм села Ивановская Волоколамского района – начали реставрировать в 2017 году. Большая часть работы еще впереди, но уже сегодня видно, насколько преобразилась церковь. Восстановлением храма, пострадавшего во время отступления от волоколамско-фашистских захватчиков в 1941 году, а затем и в послевоенное время, занимаются Щелковское и Пушкинское благочиние. А сама благотворительная акция уже становится традицией. И здесь каждый может помочь в реконструкции двух подмосковных храмов. Проводится она вот уже третий год Комитетом по образованию администрации Щелковского района. Стоит отметить, ранее и в Щелковских образовательных учреждениях прошли ярмарки. Люди с большим удовольствием этим занимаются. Может быть, даже взрослые заряжаются от детей, потому что дети к добру, к каким-то делам, милосердия, к добрым делам относятся очень открыто, с душой, с сердцем. Даря свое творчество, будь то прикладное искусство, музыкальные номера или же хореографическое мастерство, они, несомненно, вкладывают частичку души. Взрослые и дети, педагоги, учащиеся и воспитанники образовательных учреждений округа, их творчество не оставило раннодушным никого из присутствующих в этот день в районном культурном комплексе. Но все же для того, чтобы творить добро, не нужен особый день или повод, а помочь восстановить храм родного края может каждый. Всю необходимую информацию о реконструкции церквей Подмосковья можно найти на сайтах Московской епархии, Фонда по восстановлению порушенных святынь, а также Щелковского благочиния. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелкова.